На торжественный прием главы района приехали делегации всех поселений. В некоторых уже не осталось фронтовиков, но их помнят и воспитывают молодежь на примерах героических подвигов. В паркетном зале городского Дома культуры накрыты праздничные столы. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, труженики тыла вместе с главами поселений принимают поздравления с 73-й годовщиной победы. Сегодня, честно, глядя к вам в глаза, хочется сказать, мы делать будем все возможное, что в наших силах, для того, чтобы память и честь солдат, победителей Великой Отечественной войны, самотверженных тружеников тыла, она оставалась священной. И чтобы связь с времен укреплялась нашими добрыми делами, а также большим, очень качественным, созидательным трудом. Об этом говорит наш президент Владимир Иванович Путин, об этом говорит наш губернатор Вениамин Иванович Кондракин. И мы сделаем все возможное, чтобы наши слова никогда не расходились с делами. Нам особенно важно крепить ваши завоевания созидательным трудом именно сейчас, в период становления нашей великой страны. Юбилейный год 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. В этот праздничный день хочется от всего сердца, от чистой души пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. И чтобы как можно дольше вы радовали нас своими глазами, добрыми делами, своей мудростью и наставлением на будущем. Дорогие и уважаемые, замечательные наши ветераны, защитники нашей Родины. Дай Бог вам здоровья, мира, добра и благополучия. Всех с праздником! С Днем Великой Победы! Медаль за службу Отечеству – высшая форма общественного признания и поощрения за особые заслуги перед государством и обществом. Игорь Чигаев вручил награду трем женщинам – председателю Совета ветеранов Ирине Городни и ветеранам боевых действий Тамаре Утыченко и Ольге Самусенко. Трогательное выступление образцового ансамбля «Чубарики» завершилось вручением ветеранам писем благодарности, которые юные артисты написали сами. Слова благодарности и поздравления с Днем Победы прозвучали от депутата ЗСК Ивана Артеменко. Я хочу передать поздравление от председателя законодательного собрания Краснодарского края Бурлачко Юрия Александровича. Нужно сказать, что Родина, президент, региональные власти выполнили все обязательства, которые были даны перед участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла. С каждым годом отдаляется это тяжелое героическое время. Но в то же время мы понимаем, что пока вы живы, пока живы в наших сердцах память об этой Великой войне, мы сохраним мир. Поздравляю с праздником, я желаю всем мира, добра, крепкого здоровья и долгих лет жизни. С праздником, дорогие земляки! Песни военных лет и посвященные войне. Они помогали бойцам в трудные минуты. Они звучат сегодня как напоминание о страшном военном времени и помогают нынешнему поколению прочувствовать то, что пришлось пережить на фронте и в тылу. Труженики тыла внесли свой вклад в победу, обеспечивая солдат всем необходимым. Николай Матвеевич Суботин вспоминает, как фашисты зверствовали на Лобинской земле. Когда немцы проходили, как цеплялись на машины, как глядели, как они Новый год тут справляли в нас, упорно. А потом, как увидал, я как выскочил с пистолетом, у нас человек 11, ну ребят, 22 лет, по 15, по 16, и он как начал стрелять по нас. Только благодаря тому, что 9 мая 1945 года простой советский солдат в истоптанных сапогах, пропавший потом гимнастерки, водрузил на три стада наш советский флаг. Это была победа. Это была победа не только наших солдат, офицеров. Это была победа дружеников тыла, вдов, матерей, детей, которые полуголодными ходили в селах и городах. Только бы было все для фронта, все для победы. Вы это сделали. Здесь присутствуют представители Засовского поселения, у нас ветерана уже не осталось, но ветеранское движение, оно существует и будет существовать. Здесь присутствуют воины-интернационалисты, воины Афганистана, которые награждены орденами, медалями, государственными наградами. И я думаю, это движение, оно имеет право существовать. Почему? Потому что кто, как не они, могут сказать, что такое победа, что такое война. Это самый дорогой, самый хороший праздник для нашей России. Приятно, что приглашены на прием в плаве района. Желаем всем здоровья, особенно нашим ветеранам. Надеемся, что больше никогда у нас не будет войны. Я хочу пожелать ветеранам здоровья, благополучия и всего самого-самого хорошего. Прием очень положительный, атмосфера теплая и дружеская. Поздравляем всех ветеранов Великой Отечественной Рады, от наших ветеранов-десантников с Днем Победы. Желаем им здоровья, крепкого-крепкого, и чтобы они нас больше радовали своей жизнью. И чтобы был мир на этой земле. Большое им спасибо. Я во время войны работал в колхозе имени Гафицкого. Начало Гафицкого колхоза было, начало существования колхоза. И до сих пор живу в Лобинске. И чувствую, что вот сижу здесь и поглядываю, людей этих, уже людей нет этих, остался один я. Сегодняшний прием очень прекрасный. И благодарю я и администрацию всех руководителей. Дай Бог им здоровья. И поздравляю всех жителей города Лобинска с Днем Победы. И желаю всем хорошего. Дай Бог здоровья. В завершении приема слово взял ветеран Великой Отечественной войны Павел Федорович Бакай. Он обратился к фронтовикам и труженикам тыла. И его слова тронули всех присутствующих в зале. Что я могу сказать всем присутствующим, нашему поколению и тем, кто после нас. Не забывать и боевые, и наши общие государственные традиции. Быть патриотами своей Родины. Россия. Россия, а это наша Родина. Здесь живут не только русские, но и многие другие люди национальности, которые в период отечественной войны проявили себя на вместе с нами русскими. Вероизм, стойкость и смогли отстоять нашу свободу и независимость. Память тех, кто не дожил до этого дня, кто погиб на фронте или умер от ран, почтили минуты молчания. А приглашенным на прием ветеранам вручили подарки в знак благодарности за победу. Подвиги тех, кто сражался за мир и освобождал от врага родную землю, не будут забыты. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания Лаба.